Добрый день! Это канал Исландия. Жизнь без фильтров. И я Елена Линта. Ну что ж, как говорят у нас в Ростове, между первой и второй перерывчик небольшой. Поэтому продолжу свой рассказ про работу моей в Исландии, что у меня происходило. А вы пока можете полюбоваться закатом Луны. Вот сейчас 11 часов 35 минут, у нас закатывается Луна. Слава Богу, расцвело. Бар, в котором я работала всем на свете. Ну что я вам хочу сказать. Я вам рассказала о том, что небольшие прибыли. Потому что, во-первых, город, мегаполис 5000, не предполагает большого количества алкоголиков. А если даже предполагает, то в Исландии совсем другая система питья. Запойных алкоголиков здесь нет, потому что дорого. Вот, поэтому у нас, значит, в основном пили пятница, пятница и суббота. В воскресенье очень маленький процент приходили, брали пиво. Все, в понедельник все исландцы идут работать, поэтому сильно здесь не разгуляешься. Праздничные дни. В Исландии такой закон, что... Не то, что на Новый год скучность, если как-то я вам говорю, что и скучно. Значит, закон Исландии таков. 31 декабря мы можем начать работу в 12.40. То есть, вы понимаете, три новых года, 12.40. Быстренько выпив и закусив, мы бежали на работу. И работали до 5 утра. Это единственная ночь за год, когда можно было работать не до 3, а до 5 утра. Ну и, конечно, это было прибыльно, но и очень сложно, потому что я была на баре. Мы брали девочек-помощниц исландских, которые в тихомолку от меня наличку прятали в носки, потому что большое количество было покупателей, и в 3-4 линии от бара стояли люди. Вот, и поэтому мне говорят, вот вы не брали помощников. Мы не брали помощников, потому что исландцы все очень законопослушные, пока ты их не видишь, чем они занимаются. А я видела, как они прятали в носки без галтера наличку, поэтому мы понимали, что в этот день мы, конечно, заработаем, но мы и потеряем многое. Ну, не многое, но во всяком случае потеряем. Что было интересного? Во-первых, опыт, конечно, был бешеный. Опять же, новые слова, которые я не знала. Потом я научилась, по интернету училась. Научилась печь, например, те же макаронс, пирожные, которые все исландцы, ну, не все исландцы, те, которые пробовали, говорили, что лучше никогда не пробовали. Самые лучшие, даже во Франции, когда ездили во Францию, покупали, то были не такие вкусные, как у меня. Но я училась все в Ютубе, поэтому, в принципе, ничего сложного. Если кто-то желает, то там можно научиться всему. История была еще такова, что когда я здесь в забегаловке работала, моему сыну было на тот момент 15 лет. И я услышала, что им требуется человек, который жарит гамбургеры. Я в жизни не жарила гамбургеры. Никогда. Поэтому я стояла, мыла посуду и смотрела, как они жарят гамбургеры. И когда потребовался человек, ну, я услышала, что им требуется человек, я как бы свою кондитутуру, непонятная идея, не выносила. Я быстро позвонила сыну и сказала, ты знаешь, здесь требуется жарить гамбургеры. Он говорит, мам, ну, я же этого никогда не делала. Я говорю, хорошо, смотри. Вот они кладут мясо, жарят столько-то, потом хлеб, потом соус, потом кладут на него там лист салата, сыр, мясо, вот это запекают, картошка, столько-то. Я все просчитала, сколько секунд. Вот такая система у меня была во всем. То есть я приходила на работу, в ресторан или куда-то. Устраивалась там посудомойка, ну, самым низшим. И стояла, смотрела, что делают. Потом я говорила, может, вам помочь, может, вам помочь. В конце концов, они брали другого человека на мытье посуду или чего-то. И я начала работать как помощник повара или кто-то. Здесь не требуется образование. Ну, если какие-то специальности, там, врач, стоматолог или, я не знаю, гинеколог, конечно, я бы не, летчик, ну, понятное дело. Но вот такие вот специальности, которые там, ну, повара, там, какие-то в отеле работники, там, что-то такое, в принципе, это несложно. В бассейны. Вот, поэтому, в принципе, это несложно. Так что вот такая вот система была у меня. И так мой сын получил в 15 лет работу. И он работал здесь, гамбургеры жарил. Потом он нашел работу в Рекиавике. Стал работать там. Тоже в Рекиавике была одна. Ну, это я вам как бы рассказываю без всяких, без всякого стеснения и без всякое приукрашивание жизни. Знаете, я могла вам такие истории рассказать, что я там такая-сякая. Ну, на самом деле, это все будут сказки Венского леса. История была такова, что я мою посуду в одном ресторане, а сын мой готовит и моет посуду одновременно в другом ресторане. Он говорит, мам, пишет мне, мамочка, я такой голодный, что я готов сейчас съедать остатки еды из тарелок. Вы понимаете? А я ему пишу, сынок, мы с тобой за этот час заработали пять тысяч крон вдвоем. И вам, может быть, об этом никто не расскажет никогда. Вам будут выделываться и говорить, ой, да я такой богатый, смотрите, за месяц на машину купил, квартиру, там еще что-то. Да нифига, это все сказки, я же вам говорю, это все сказки. Здесь надо пахать, особенно нам, которые не исландцы. Самое обидное, что здесь им прощается все, нам не прощается ничего. На нас докапываться до самых мельчайших подробностей. И потом это разносится по всему, по всем городам и лесам, что мы вот такие. Поэтому я вот предложила господину Путину, что жены иностранцев должны прораниваться дипломатическим работникам. Потому что на самом деле правду о нашей жизни, в России, правду о том, какие мы, несут, конечно, жены иностранцев. Поэтому я уверена, что Владимир Владимирович смотрит мой канал. Это вообще даже сомнений не подается. Поэтому вот я вам хочу сказать, что лучшие дипломатические работники это жены иностранцев. Ну что ж, и вот, я поработала в ресторанах и везде. Поэтому, когда вот я открыла бар, значит, что я вам хочу сказать. Никаких проверок никогда нет. Никогда не проверяют, что я готовлю, из чего я готовлю. Мою я руки или не мою, больная я, не больная. То есть этих проверок здесь нет. Точно так же у нас нет никаких проверок, не было, ну, как бы банковских работников. В общем, ничего этого не было. Поэтому, в принципе, вот этим делом нас никто не угнетал. Никто нас не донимал. Ночная жизнь в Исландии на меня провезла, произвела огромный шок. Я не знаю, честно говоря, как в России. Я не была в барах в России, никогда не находилась там. Поэтому я увидела это здесь. Меня это, ну, слово шокирует. Никак не скажешь. В общем, я была, конечно, в полном ступоре от всего, то, что я видела. Вот. И что получилось? Три года прошло. Лонтайн. Всегда, когда мы встречаем, встречаются люди вместе, они всегда здороваются. Три года мы проработали, потому что у нас была аренда на три года. И мой муж спросил меня, хочешь ли продолжение этой сказки. Я сказала, нет. Все, я не хочу. Потому что я хочу отпуск. Я хочу выходные. Я хочу спать. И я устала от музыки вот таких паров. И мы решили, что все, мы закрываемся. Честно говоря, до сих пор к нам приходят на фейсбуке вопросы, как там открываемся. Или там какие-то бывают истории, что да, вы слышали, что мы открываемся. Они нам рассказывают об этом. Но мы как бы, нет. Мы не хотели бы. Заработки были очень небольшие. Зарплаты мы сами себе платили очень небольшие. Потому что у нас все шло как бы на развитие. Чтобы как бы больше было там, знаете, свето-музыка. Это какие-то лучшие колонки, лучшее что-то. Все стоит денег. Поэтому как бы все это шло на развитие. Вот. Каких-то мы предложили исландских звезд. Что-то они у нас там на столах танцевали. Ну, в общем, все это здесь возможно. Вот. Но, честно говоря, я устала. Потому что видеть все вот это очень... Как вам сказать? Знаете, как вам сказать, если честно? Поведение исландских женщин, которые считаются в обществе очень порядочными и хорошими. Но видеть их ночную жизнь, честно говоря, и знать, что они порядочные. В глазах всех. Честно говоря, я была в шоке от этого. И поэтому... Ну, в общем, мне не хотелось больше работать этим. И мы уехали с моим мужем опять в наш город. Ну, в то время у нас не было дома. Мы снимали везде квартиры. Поэтому я не вышла замуж за этого, за кошелек. Я же вам говорю, что мы как бы всего добивались сами. Вот. И мы переехали в наш город. И мне предложили работу повара. Ну, и сначала посудомойки, понятное дело. А в доме пристарелых. Ну, я пошла. В принципе, была зарплата стабильная. Работа в трех минутах от дома, который мы снимали. Работа несложная. Ну, в общем, посудомойка это же не руками. Это же все машинки. Поэтому, в принципе, несложно. Ну, и опять моя старая история. Прихожу, учусь. И через месяц мне уже предлагают работу повара. Ну, зарплате сильно это не меняется. Но, в всяком случае, более или менее так, знаете, начинаешь сам себя уважать. Поэтому я проработала три года. Три года я проработала поваром. Что дала мне эта работа? Исландская еда. Все. О исландской еде я могу вам рассказать все. Показать вам любые рецепты. Рассказать вам все, к чему. И этим я займусь. Вы не переживайте. Я вам все покажу. И сладкую картошку, и сладкое мясо. И мясо с вареньем. И скат. И, ну, все. Теперь я знаю все, что едят исландские нормальные люди. Ну, такие вот. Я вам говорю, что я живу не в Рикьявике. Рикьявик и другая часть страны. Это Москва и, я не знаю, ну, Новороссийск. Или там, не знаю, Ростов. Это все совсем другая жизнь. Совсем другие люди. Молодежь в Рикьявике, когда я работала в ресторане, они мне говорили. О, Барганес. А где это? Да на Луне это. Где? Это ваша страна, которую вы изучаете в школе. Вы в школе же не изучают здесь географию мира. Здесь изучают географию своей страны. Они знают название всех своих гор, которые вы видите вдалеке. Вот видите, они изучают вот это все. И они не знают географии мира. Не изучают ее. Только в колледже или уже в высшей школе. Вот, поэтому... А здесь вот я живу в маленьком городе, где в основном деревенские жители вокруг. И вот они сейчас все в домах престарелых, как бы сказать, брошенные. И я знаю, что едят коренные исландцы, что они ели много лет назад и что едят сейчас. Вот, но, значит, по работе. Проработав три года, я столкнулась с такой ситуацией, что польское население, когда приходит на какое-то предприятие, они начинают выдавливать все, что вокруг. Вот я попала вот в такую историю. Не хочу ни с кем портить отношения. Поэтому я просто сказала, товарищи, знаете, я, наверное, пойду искать другую работу. И в этот момент мне предложили работу социального работника. Кем я сейчас и являюсь? У меня сейчас, как всегда, четыре работы. Первая работа – социальный работник. У меня есть 19 закрепленных за мной деревень, городов, там 19 семей, ну, не семей, а одиноких людей, которым нужна помощь по дому. И я вот это езжу, вы видите, меня все время на колесах. Я езжу все время по вот этим домам и помогаю людям. Ну, там, что-то убрать, кому-то приготовить, кому-то там постель перестелить, ну, что-то вот такое вот. Все такое вот. В принципе, меня эта работа устраивает, потому что у меня еще три работы плюс. Поэтому, и дом престарелых я не бросаю работу, я иногда, как бы, под хобби. Я там готовлю, поэтому, ну, как бы, иногда, чтобы не терять квалификацию. Вот. Поэтому я вот, как всегда, во всех работах. Зарплаты. Значит, самое интересное, да, напоследок. Значит, зарплата в Исландии, минимальная зарплата в Исландии, 250 тысяч крон, это 125 тысяч рублей. Эту же зарплату получают люди, которые сидят дома по безработице или по пособию, или по болезни, или там, я не знаю почему. Поэтому пенсии, на самом деле, в Исландии очень небольшие, и зависят от стажа. Вот. Ну, где-то там, в районе 100-120 тысяч, вот так, где-то в районе там. Значит, чем выше зарплата, тем выше налог. Мы платим налог в 37%. А если у меня зарплата, например, больше 300 тысяч на руки, то исследовать, и налог у меня будет выше. Зарплата моряков миллион крон в месяц, 50% налог. Ну, все, что я не знаю, в реке, конечно, цены совсем другие. Вот. И поэтому, вот я вам сейчас рассказала о тех работах, которые у меня были. Надеюсь, еще могут какие-то быть. То, что может испытывать любой человек, который приехал в Исландию, ну, вот как бы жить. Не позаработать, а жить. Ну, что ж, я сейчас прощаюсь на вот этой красивой ноте перед моими окнами. Я с вами прощаюсь, и мы увидимся через некоторое время. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok